всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду вчера вечером захотелось не ушицы причем так захотелось что хоть волком вой подорвался сразу же в магазин а там из более менее свежий только лосось все остальное какая-то невнятная заморозка поздно приехал чем говорить ну и взял половину рыбины переднюю так который с головой из головы сразу же вчера приготовил уху порадовал себя а вот что делать из остальной части решил пирог вернее половину оставшегося засолю а вот вторая половина на пирог пойдет кости ребра сразу в кастрюльку с водой пусть проварится минут десять-пятнадцать пирог будет чрезвычайно простой но будет очень вкусный жирная семга вообще великолепно сочетается со шпинатом но его перед закладкой пирога надо предварительно подготовить в разогретое масло шпинат и немного лимонного сока сразу же семечкам здесь конечно не место надо убрать ну и соль конечно же лишний будет одна-две минуты шпината сядет тесто я взял готовые подойдут эти абсолютно любое у меня песочная но можно и слоеная брать неважно дрожжевое без дрожжевое какой вам нравится какой есть такой используйте шпинат мир всем готов видите он уже весь осел отлично начинаю сборку пирога нижним слоем пойдет моцарелла затем рыба положу целиком прям на шкурке просто мне так нравится захотелось мне вот так вот и теперь шпинат на это можно было бы уже остановиться закрывать пирог но к этому сочетанию вкусов просто вот идеально подходит белый соус муку надо обжарить сливочным маслом по сути это велюте на рыбном бульоне только по упрощенной технологии готовится вот так вот и теперь бульон вливаем по частям и не торопимся со следующей частью пока предыдущий полностью не размешался до однородности тут главное не торопиться и не отвлекаться отлично ну теперь соли перец по вкусу отлично готова кстати духовку уже пора греть 180 градусов верхний нижний нагрев остается закончить сборку пирога заливаем все соусом и сверху еще один слой сыра и накрываем еще одним листом теста края тщательно защипать ну и чтобы никто не перепутал с чем собственно говоря пирог надо его соответственно украсить для красы еще можно яйцом смазать все пора тратить духовку все духовки пекут по-разному в моем случае уйдет примерно 45 минут готовым пирогу нужно дать постоять слегка остыть ну по крайне мере полчаса иначе начинка будет совсем уж жидкой ждем долгожданный момент пробы вы видите насколько он сочный обалденный просто конечно можно было бы нарезать кусочками лосось сюда уложить тогда бы более равномерные были слои но в разрезе цельный кусок выглядит на мой взгляд более эффектно так и слушайте вот это сочетание все-таки даже по запаху шпината таким макаром приготовленного с красной рыбой великолепно просто великолепно так конечно уже ножом и вилкой есть такие пироги чудесно рыбу то я не солил но шпинат с солью и с лимонным соком приготовленный вот такую классную кислинку дает и соус тоже солоноватый со стринкой такой нежный честный с насыщенным рыбным вкусом чудесно и тесто очень-очень тонкий слой великолепный пирог просто готовится рыбу не обязательно красную можно использовать любую белую рыбу будет классно и здорово главное чтобы костей было немного то что я должен то есть скорее с горячим чаем съесть плотненько так великолепно готовьте очень просто и быстро спасибо за компанию за лайки за дизлайки за репосты всем пока